здравствуйте друзья доброе утро да вчера был такой большой день смысле подсчета голосов великобритании по поводу выхода из евросоюза и надо сказать что очередной раз народ который читам определяет возможные события в частности букмекеры которые ставки принимают значит сильно ошиблись сильно они очень надо сказать результаты вот этих всех опросов и там всяких ставок они все больше и больше ошибаются и совершенно не вызывают доверие но не суть это отдельная история что все говорили то что сейчас вот 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 сейчас уже и британия останется больше того там когда народ выходил с избирательных участков там проводится опрос по значит результаты вот этих вот опросов на выходе как только это начиналось все тоже казалось что она получалось вроде как остается потом как рвануло что интересно вот если посмотреть на карту великобритании и там они красным цветом значит закрашивать тех кто на выход и синеньким тех кто остаться там очень интересно получилось вся шотландия и вся северная ирландия то есть до до единого дистрикта значит они все за то чтобы остаться за то чтобы остаться а вот уже англия так сказать хардкор англия но за исключением лондона лондон существенным большинством голосовал за то чтобы остаться вот а вся остальная англия была за то чтобы уйти и вот этот вот перевес там почти 52 процента на почти 48 чуть чуть меньше перевес вот это так вот все вместе а если вот посчитать вот англию так сказать за исключением там шотландии и северной ирландии так гораздо серьезнее были бы результаты в пользу того чтобы уйти даже вот уэльс да вот англия шотландия уэльс уэлс тоже голосовал за то чтобы уйти так что вот довели народ можно так сказать и мы живем другой стране нам может быть не так не так понятны мотивы но в общем-то недовольство иммиграционной политики да это все это все как было озвучено то есть как бы евросоюз навешивал на великобританию вот свои иммиграционные там представления и люди которые как бы за то чтобы остаться вот они сейчас уже после там когда комментируют они говорят что вот вряд ли что-то изменится в плане иммиграции потому что нам действительно нужны люди потому что он нам нужно выполнять определенные работы которые низкооплачиваемые и без того чтобы привозить кого-то мы просто не справимся поэтому вряд ли что-то изменится там и так далее я думаю что тут есть как бы сказать некоторая тонкость дело не в том что иммиграция сама по себе кого-то напрягает дело в том что когда иммиграция разрушает страну и когда приезжают совершенно не те иммигранты которых хотелось привести вот это вот это то против чего народ голосовал то есть что что собственно за иммигранты такие то есть почему например великобритания не решает сама кого ей привести а вот им туда подкладывают народ который так бы они вести не стали например вот как бы какие-то люди которых никто не избирал там в евросоюзе они невыборные кстати вот вот эти люди теперь решают как нам тут жить да вот значит как бы сказать против элит против элитарности против истеблишмента вот это вот движение я хочу сказать что это похоже немножко это протестность она похожа на то что собирает сейчас трамп там виде голосов да то есть вот есть люди которые вот у них протест есть как его выразить но вот есть трампа они за трампа вот это их такая форма выражения против протеста надо сказать что движение вот там в европу или из европы это не то что вот какие то есть там революционные или там скажем оппозиционные или совершенно там извне какие-то силы которые победили на референдуме значит там правящую но политику правящей консервативной партии это не так совсем это внутри самой консервативной партии внутри у них разошлись голоса и разошлись мнения там и так далее и собственно технически технически никакой нужды уж такой особой чтобы кто-то заставил там их проводить это референдум где не было но вот камерон значит премьер да он как бы на самом деле проводил этот референдум для того чтобы получить подтверждение как бы мандат на продолжение той политики которую великобритания проводила то есть про европейской но с мандатом у него не получилось соответственно сейчас поставку идет и будет новый премьер из рядов либо риск и парк я с консервативной той же самой партии в сентябре у них будет съезд и они там выберут руководителя партии нового который станет премьер-министром и там есть народ который сегодня торжествует и там руками кулаками машет и особое сходство с американской вот предвыборной компании сейчас которая происходит я например вижу в том как сказать как себя протестные силы ведут вот например бывший мэр лондона такой есть там борис его зовут все эти вот такой борис по вот джонсон его фамилию вот и он значит когда обама там свой вклад внес в апреле он приезжал в великобританию и поддержал камерона типа ну мы мы ведь поддерживаем чтобы оставалось все это как есть ну и сторонники выхода из евросоюза очень ругались что какой он имеет права еще вмешиваться там не свои дела листом и так далее вот этот самый борис джонсон ну так как бы аналог нашего трампа британский он сказал что у обама в силу его кенийских корней папа папа у него из кении значит а кения была когда-то колония великобритании вот что в силу своих кенийских корней он значит испытывает животную ненависть к великобритании что надо сказать многие тут же и осудили великобританию то есть это это чересчур такой уже ну как сказать ниже ниже плинтуса уже совсем не неприлично вот так что вот как бы уровень неприличности тоже на как бы параллель такая про проходит по уровню неприличности вот этих вот господ которые сейчас видимо предвкушают переход к власти я не знаю что там дальше будет они приходят власти в тяжелый момент надо сказать им не позавидовать потому что все таки предстоит британии два года для того чтобы окончательно рассчитаться там с евросоюзом это не это непростой процесс очень много завязок вот но посмотрим честно сказать я думаю что вот то что сегодня американский stock market обвалился до джонсом на 500 поинтов с утра вчера евро упала там процентов на 5 и британский фунт что-нибудь эдак ну пока я смотрел там было процентов 8 9 там обвал был 10 я думаю что есть элемент такой неожиданности паники такой если бы люди знали заранее финансовые рынки знали бы заранее что к этому идет они бы уже давно подстроились и и вот эти все перемены которые мы сегодня видим таким резким скачком они произошли бы уже давным-давно как бы менее резко и никто бы так сильно не не булькал по этому поводу но обратите внимание что когда вот буквально там неделю назад собирался фед и они существенным большинством голосов приняли решение не повышать ставку интереса банковского процента одним из мотивов серьезных было была неопределенность вот с этим самым брекзитом была неопределенность то есть они это все с учетом вот этого всего там 2 2 беспокойство у них было в связи с китайской экономикой как бы ее не очень хорошим состоянием вот насколько она в состоянии поддержать как бы наш там процесс американский но во всяком случае да кто-то кто-то уже там закладывался или во всяком случае не не вступал в какие-то рисковые дела желая подождать туда не кстати мудро поступили значит это на самом деле для соединенных штатов будет означать что видимо в течение какого-то более продолжительного времени не будут трогать интерес трейта может быть даже и наоборот на нас это все влияет но уже сейчас это влияет тем что доллар вверх пошел то есть соответственно фунт стерлингов упал евро упала соответственно доллар стал дороже относительно них соответственно а там почти все валюты обвалились сегодня кстати вот когда торговля шла на азиатских рынках там тоже практически все обвалилась кроме иены и вот это значит что американский товар стал дороже вот европейский стал дешевле английский стал заметно дешевле американский стал дороже поскольку теперь доллар более дорогой вот так что интересно так вот я думаю что в значительной степени вот эти резкие движения обусловлены как бы неожиданностью некоторые то есть все были уверены абсолютно что никаких шансов нет на то что великобритания примет решение выйти из блока и вот поэтому она немножко устаканится и станет понятно что в каком-то таком кардинальном принципиальном плане ничего драматического не произошло то есть великобритания остается частью европы это член нато в конце концов то есть совместная оборона все дела безусловно соединенные штаты конечно огорчены тем что великобритания не сможет больше оказывать влияние на политику евросоюза да как раньше допустим в силу того что вот какие-то такие особые отношения между англии и сша и английские начальники они как бы были сильно про американские и была какая-то такая уверенность что вот американский интерес там через великобританию будет учтен в европейской политики сейчас этого меньше то есть это конечно на радость всяким нарушителям с одной стороны на радость на вот нарушителям которые как бы надеются что им легче будет иметь дело с европой разобщенный вот чем допустим с единой а в том чтобы им по рукам давали за всякие безобразия но посмотрим я честно вот если если меня спросить я я не вижу каких-то как сказать я не вижу каких-то долгосрочных серьезных последствий но но опять я не не экономист не политик ничего так как гражданин так издалека наблюдаю вот что еще поэтому я думаю что последствия этого решения не не экономические но как бы с точки зрения того очень как как мы живем что мы говорим вслух чем мы не говорим где там наша политкорректность застряла там и так далее превращая нас в иногда в недееспособных людей которые не могут назвать проблему проблемой потому что это как бы неприлично такие проблемы называть проблемой там и так далее я думаю что мы сдвинулись в целом во всем мире вот сейчас очень и очень в правильную сторону все-таки проблема надо признавать проблемами и чет с ними делать а не загонять их вглубь и в этом смысле значение то избирательной кампании которую мы видим сша вот ну то что вот трамп например и не только трампами и сандерс тоже значит мы видим какой-то протест вот у нас сегодня протестное голосование доминирует над голосованием за будут выборы там трамп и клинтон сойдутся на национальных выборах в ноябре за невозможно голосовать ни за того ни за другого то есть вопрос стоит о том что вот там допустим сандерс говорит что я сделаю все что от меня зависит чтобы значит объединить чтобы трамп не стал президентом на днях давал вчера давал интервью я уже забыл где он там по телевидению и его как как ты вот там он где могут и более голосовать за клинтон он где да я буду голосовать за клинтон скал и он не сказал потому что я поддерживаю клинтон вот этого не сказал он сказал потому что мы должны сделать все чтобы не про не прошел трамп давайте даже ему трудно сказать что я буду голосовать за клинтон позже между то нравится там клинтон вот так что но по факту того что вот такой скандальный трамп свел но борьбу к каким-то вот темам привел к каким-то тем которые раньше как бы и не поднимались особо но скажем типа забора там вдоль мексиканской границы хотя понятно что забор решит проблему максимум наполовину да потому что у нас свыше 40 процентов нелегалов это люди которые пришли страну легально они не пересекали там рио гранде со шмотками поднятыми над головой нет они просто приехали и не вернулись поэтому это так то еще решение это бы тогда но во всяком случае устали вслух говорить о чем-то допустим там радикальный ислам тоже интересно пойти раньше как-то вот так неприлично было там что-то сейчас вот как во всяком случае дискуссия камень какая-то возникла и сам факт того что дискуссия есть это это существенно независимо от того там откуда она взялась и к чему она придет приведет но но сам факт наличие дискуссии положительно потому что когда дискуссии нет потому что неприлично как бы рот открыть тебя заклюют вот вот это плохо существенным я думаю будет какой-то позитивный вектор какой-то сдвиг который в европе произойдет потому что сейчас вопрос ведь на самом деле люди разумные которые в истерике не бьются значит зададутся вопросом что собственно произошло что не так где вот этот механизм который был изначально то создан для того чтобы всем было хорошо почему люди проголосовали против чем как сильно против вы гляньте на них когда мы смотрим на шотландию там значит вот это движение очень сильная сепаратистская они говорили давайте голосовать за того чтобы остаться в евросоюзе потому что если страна выйдет да то у нас будет лишний повод провести еще один референдум в связи с тем что мы хотим остаться они хотят уйти вот пусть они уходят мы станем отдельным государством которое осталось в евросоюзе вот вот это стоит за их стремлением остаться в евросоюзе стоит вот это в значительной степени я не говорю там на сто процентов но тем не менее то есть ничего хорошего и ничего и имеющего отношения к там к преимуществам там нахождение в европе то есть на самом деле негативный вектор вот этот вот он гораздо сильнее чем может показаться вот при этом очень ровном голосовании очень ровным 48 на 52 там казалось бы не не бог весь что но все это гораздо сильнее поэтому они должны понять что произошло что они делают не так грубо говоря они должны спросить себя давайте мы перевернем солнышко не светило вот они должны спросить о чем мы делаем не так и тогда у них появится шанс какой-то дело в том что то что вообще этот референдум состоялся в значительной степени заслуга вот этой европе евросоюзные дима бюрократии то есть когда камерон пытался что-то такое с ними там обсуждать они бы сказать нифига можно обсуждать не будем валя отсюда вот будешь как все и и вот и вот дальше вот пришло к этому референдуму то есть они своим нежеланием адаптироваться что такое делать меняться от элитарности уйти и прийти к реальному миру вот они значит они к этому привели в значительной степени дальше вопрос то например они могли бы сейчас сказать великобритании ну давайте знаете что может быть вы не так уж прямо уходите а мы сейчас тут что-то такое переговорим но дальше получается если можно переговорить то почему тогда франции не переговорить почему тогда голландии не переговорить почему польши может быть не переговорить то есть вот только начни переговаривать поэтому пусть Пусть подумают, пусть элитарные, вот эти вот, как сказать, зажравшиеся, оторвавшиеся от народу, чинуши, которые думают, что все, что они хотят, они все могут, что то, что они думают, они сейчас могут всем остальным навязать, чтобы они то же самое думали. Вот эти все, пусть подумают, где они, на каком они свете и что дальше им делать, если они хотят оставаться там, где они есть. Счастливо!